Кругосветная автомобильная экспедиция Мирнаш преодолела более 14 тысяч километров по территории Монголии, Китая, Лаоса и Таиланда. Спустя полтора месяца после нашего выезда из Новосибирска мы достигли теплого Сиамского залива. Это окончание первого из 12 этапов по пяти континентам. За несколько лет мы планируем проехать более 150 тысяч километров, преодолев территории 50 государств. Сейчас в нашей экспедиции 4 внедорожника. На следующих этапах к нам присоединятся еще несколько автомобилей. Команда экспедиции интернациональна. Наши участники из Новосибирска, Москвы, Красноярска, Парижа, Баку. Эльшан Салимов представляет ТОФРОД-клуб Республики Азербайджан. Кругосветное путешествие на собственном авто за рулем было мечтой всей жизни для Эльшана. Я, представитель Азербайджана, очень счастлив принимать участие в этом грандиозном автопутешествии. Мы сейчас находимся в раскаленной пустыне Токламакан. Повсюду песчаные барханы. Температура стоит более 40 градусов жары. Но это только начало. Переди нас ждет более пяти континентов и десятки стран. А мое участие в этом кругосветном путешествии – это лишь малый вклад в процветание и развитие туризма и спорта в Республике Азербайджан. А флаг Азербайджана для меня будет символом добра и мира на все протяженности нашей экспедиции. Экспедиция нелегка. Часто проходит по малонаселенным районам, высоко в горах, в пустынях. Автомобили порой ломаются в труднодоступных и удаленных от поселения местах. Но все это не сдерживает Ильшана и участников экспедиции. Достигнув столицы Тибета, Алхасы, мы должны были направиться в Непал. Но все пошло совсем не так, как мы планировали. Граница с соседним государством оказалась закрыта. Поэтому было принято решение ехать через Лаос в Таиланд. Сейчас мы оставляем внедорожники в Паттайе, а через два месяца продолжим наше движение. На втором этапе экспедиция преодолеет Мьянму, Индию, Пакистан, Иран и достигнет территории Дружественной Республики Азербайджан. Алексей Камерзанов. Специально для телевидения Азербайджана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова